Итак, сегодня в обзоре кофр на BRP, на Outlander, на XMR. Всем, у кого есть BRP, всем повезло. Есть специально разработанная модель кофр. Сейчас мы ее посмотрим. Под ПЭС. Статные места во все, со специальным капиталом. Очень хорошо смотрится, всем нравится. Вот он красный. Специально на нем есть места для установки канистры. Вот сюда ставится крепежка. На эту крепежку одевается канистра. Либо красная, либо черная. Но крепежки пока нет, поэтому так и происходит. Канистра 10 литров. Все, ничего нигде не мешает. Все идеально выглядит. Все разработано, все очень хорошо. Сейчас откроем, посмотрим. Объем большой. Два замочка. Нагрючек. Вот он такой огромный объем. Пространство здесь широкое. Так, у меня даже есть рулетка. Это получается 28 где-то сантиметров. А тут 90. Ну, как мерить. Ну, вот. Я, например, всех волнует влезет ли шлем сюда. Один огромный шлем с моей головой. Раз. Два. Три. Ну, короче, шлемов много сюда можно засунуть. Так что еще можно и на аренду подзаработать. Как временное хранилище шлем. Ну, в общем, кофр очень вместительный. Очень хороший. С крепежами. Крепежи специально сделаны. Вот она. Вся эта штука в просверленные отверстия вставляется. Фиксируется. Начинаете крутить за вот эту штуку. Он там у вас раскрывается и держит. Чтобы снять, раскручиваете его обратно. И снимаете. Быстросъемный получается кофр. Всем советуем. Цена на него очень привлекательная. По сравнению с оригиналами, будьте приятно удивлены. Все это откроем, доставим. Вот. Кто не видел, покупайте. Ставьте лайки. А мы будем снимать для вас новые, отличные обзоры. Пока.